Сегодня передо мной стоит задача в каких-то 10 минут попытаться ответить на вопрос. Я об этом молился, и обо мне молились люди. Я обычный человек, но я верю, что Бог взял мое сердце сейчас, чтобы ответить на один чрезвычайно важный вопрос. Как найти Христа? Как можно с Ним встретиться? Насколько это вопрос вообще отвечаемый? Насколько это реалистично, что человек, такой как вы, такой как я, может встретиться с Богом? Апостол Павел, стоя в Ариапаге, в греческом сказал потрясающую истину. Я лично буквально принимаю его слова, потому что это писания Бога духовновенные, и он передавал сердце Бога. Апостол Павел сказал, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий и назначил людям времена и пределы их обитанию. Ты можешь смело знать, если ты не знал, пусть это для тебя будет приятной новостью, что Бог, который сотворил тебя, назначил тебе время и место твоему обитанию и заложил в твое и мое сердце очень важные задания. Понимаем мы это сознанием или не понимаем, это не меняет сути. Чтобы люди искали Бога. Чтобы они, то есть люди искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Это Библия, это Священное Писание. Я хочу еще раз сказать и обратить внимание, что в сердце человека заложено волнующее, непреодолимое чувство потери. До тех пор, пока человек, то есть творение, не найдет своего Творца. Это чувство непреодолимо, его нельзя ничем никогда заглушить. Это чувство потери. Человек ищет себя, человек ищет причину своего бытия. И человек может найти себя только в Боге, только в Творце. По-другому творение себя объяснить не может. Как же это происходит, если возвратиться даже к нашей рождественской истории? Обычные, простые, сельские, деревенские пастухи, неграмотные люди. Но эти люди в сердце Божьем. Нет человека, который был бы пренебрежен Богом. Такого человека нет. И им является ангел. Является ангел и возвещает им удивительную новость, удивительную радость. Он говорит, вы пойдете и найдете в хлеву хлев, там где держали домашних животных. В хлеву вы найдете младенца. Он лежит в яслях. Это вам знак. Потому что детей в ясли никто никогда не положит. Ясли это кормушка для скота, куда кладут солому или сено для вола, для осла, для овец, для домашних животных. И он говорит, вы найдете младенца. Он и есть Христос Господь. Я верю в сверхъестественный момент. Я верю в сверхъестественные откровения. Я верю, что Бог позаботится о том, чтобы направить тебя к яслям. Это момент очень личный. Обрати внимание, ты найдешь. Ангел сказал пастухам, вы найдете. Вы найдете. Он дает им задание. Если вы полистаете, особенно Новый Завет, вы постоянно найдете одну истину. Красной нитью через все Писание пролегает одна мысль. Человек должен искать. Человек должен искать. Христос пришел от яслей. Бог Ветхого Завета – это страшный, грозный Бог, который себя не прятал. Израиль, который встретился с Богом Ветхого Завета, они встретились на Синае. Если вы знакомы с библейскими описаниями этих событий, вы знаете, что гора Синай с раннего утра еще было темно на улице. Она дымилась и дрожала. И это не просто были какие-то природные катаклизмы. Израильский народ был предупрежден. Все должны были вымыть свои одежды, не спать со своими женами. Три дня они ждали, Бог сойдет на Синай. Все люди с утра были собраны и знали, что сегодня у них будет встреча с их Богом. И там написано, что были громы и молнии. Был трубный звук очень сильный с раннего утра. И голоса раздавались над горой. И Моисей поднимался на эту гору во мрак. И настолько страшно было сие видение, что все люди трепетали от страха. Вокруг горы была проведена черта. Даже если овца, зверь, неразумные животные пересечет эту черту, было велено убить его стрелою. Это была встреча с Богом. Но когда наступила эра Нового Завета, Бог пришел к людям по-другому. Как уже сегодня было замечено, он пришел настолько незаметно, настолько невыгодно, что просто он как сознательно, как специально прятался всегда. И люди должны были его искать. И ангел сказал этим пастухам, ищите младенца. Мы встречаем мудрецов, волхвы с Востока. Иногда вот эти гравюры, вот эти все рисунки, которые мы видим на открытках, три классических вот этих мудреца с Востока, которые пришли, принесли какие-то там подарки свои личные, они, это все далеко не соответствует действительности. На самом деле, богословы утверждают, что эти люди около двух лет шли с Востока, чтобы поклониться новорожденному царю. Это была очень серьезная экспедиция. Это были люди, не втроем они шли. Это невозможно. Я недавно перечитывал биографию Петра Первого, и когда он делал свое путешествие в Европу, чтобы научиться кораблестроению, три месяца Петр Первый с Москвы двигался в Европу через Латвию. Три месяца им понадобилось 200 человек, чтобы сопроводить царя Петра, для того, чтобы нагрузить эти вазы, провизии, денег очень много. В Латвии они сменили телеги свои на сане, потому что наступила зима. Это чрезвычайно серьезно. Если мы читаем, что эти мудрецы двигались с Востока, двигались за звездой, это была огромная делегация, экспедиция. Возможно, это были тысячи людей, это были самые большие знаменитости Востока, которые везли самые реальные богатства. Они шли поклониться царю. И когда мы читаем, мы просто часто не задумываемся, я тоже христианин, выросший в церкви, мы часто машинально это все перечитываем. Когда они въехали в Иерусалим, они такого переполоху наделали, потому что они въехали, предполагая, что здесь уже все гудит, здесь все шумит, здесь все в курсе событий, что великий царь родился. Они въехали с вопросом, где родившийся царь иудейский? И началась паника, написано, весь Иерусалим встревожился. Все были в шоке, какой царь? Что за делегация? Что это за люди? Их сразу приняли к царю Ироду на прием. Они стали объяснять, мы видели звезду его на Востоке. Я сейчас пытаюсь ответить на вопрос, как они искали Христа? Я пытаюсь ответить на вопрос, потому что ко мне, к нам приходит много людей и говорят, помогите, спасите, мне тяжело, я не могу выбраться из своих проблем. А я сам себе задаю вопрос, а как я могу помочь? Это невозможно, это нереалистично. Поэтому мне очень хочется людей направить ко Христу. Именно насколько возможна эта встреча сегодня с Христом, насколько она возможна в твоей личной жизни. Так вот, что интересно, что эти мудрецы шли за звездой. Ни навигационных систем, никакой карты, никаких примет. Парадоксально, они двигались ночью, точно так, как и пастухи. Ночью, самое неподходящее время для передвижения. Невозможно ни у кого расспросить дорогу. Невозможно, нет людей. Люди спят ночью. Два часа, то есть, простите, два года двигаться ночью за звездой. Два года днем спали, а ночью двигались. Это все потрясающий прообраз того, как эти люди доверяли водительству. Насколько они интуитивно развили свое чувство и поверили в эту зажженную звезду на небосклоде, которая действительно шла перед ними, пока не остановилась над местом, где был младенец. Я сейчас говорю, что мы можем прийти к Христу только в своем собственном сердце. Только лично направляя свою жизнь. Я не посмею сказать, язык у меня не повернется, что Христос там или здесь, что Он придет приметным образом, что Христос только в церкви, дом хлеба. Это было бы неправдой, это было бы нелепостью утверждать, потому что Бог везде. Библия говорит, что даже если я сойду в преисподнюю и там ты, и там рука твоя найдет меня и поддержит меня, десница твоя, и праведник говорит, куда я вообще убегу от духа твоего и от лица твоего, куда скроюсь. Я переселюсь на край моря там ты, куда бы я ни ушел, Бог есть. И потому Бог достигаем, достигаем, я бы так сказал, Его можно достичь. Потерпите меня еще несколько минут, потому что я пытаюсь сказать что-то важное, и даже придя к нашим дням, к нашим будням и к нашим реалиям жизни. Посмотрите просто сами. Часто мы не можем разглядеть Христа точно так, как Его не могли разглядеть в древнем Израиле. Израиль знал Бога сильного. Израиль, они так и говорили Христу, какой ты Сын Божий? Какой ты Сын Божий? Что ты из себя выдумал? Как Клайв Льюис говорил, Иисус Христос это либо воистину Сын Божий, или это сумасшедший. Потому что взойти на крест, позволить себя распять только за свое утверждение, что ты Сын Божий, надо быть или Сыном Божьим, или ненормальным человеком. Потому да, народ был смущен. Как в этом обычном образе человеческом, в обычном этом еврейском образе, потому что Христос родился евреем, как в нем разглядеть Божьего Сына? Они так ему и говорили. Слушай, отцы наши, так у них были столб облачный, столб огненный, они манну ели в пустыне 40 лет. А Христос им отвечал, что я сошел с небес. То есть я сейчас пытаюсь сказать, что только в нашем сердце мы можем, по-другому невозможно, по-другому не получится. С Богом мы встречаемся в сердце, в своем собственном сердце. Как это возможно? Как кому удается? У меня есть один знакомый, его зовут Антон, фамилия его Борисова. Это человек с очень редкой болезнью, у него очень мягкие кости. И кости эти ломались у него, я не ошибусь, не согрешу, если скажу раз сто за его жизнь. При этом он испытывает такие же боли, точно, как обычный человек, когда ломает руку или ногу. Этот человек провел большую часть своей жизни лежа, он очень небольшого размера, как сам человек, ему где-то 45-48 лет сейчас. И вы знаете, что интересно? Он уверовал. Вот многие люди говорят, а где Бог? Какой Бог? Что вы говорите? У вас здесь прекрасный концерт, мы живем в Соединенных Штатах. Мы сегодня успели и позавтракать, и уже и пообедать. О чем вы говорите? Какой Бог? Идите, посмотрите, сколько людей. Два человека из троих, каждые сутки ложатся спать голодными. Какой Бог? И люди сегодня не хотят соглашаться, не хотят верить. Я знаю, что есть люди в этом зале, которые говорят, какой Бог, Александр? У тебя все хорошо, у меня нет работы, у меня все сбережения закончились. Какой Бог? Я умираю от раковой болезни, меня уже мазали и маслом, и молились за меня. Какой Бог? Сколько вы будете пудрить мозги людям? И я знаю, что эти вопросы остаются. И я знаю, что два разбойника, которые висели по правую и по левую сторону от Христа, вот парадокс, вот они доказали, что все человечество вот так и смотрит на Бога. Один из них смог увидеть в Христе Бога, а другой смеялся и говорил, какой Бог? Если он Бог, пусть сойдет с креста и нас спасет, и себя. И это логичные вопросы, и это постоянная внутренняя борьба. А другой, точно такой же криминал, точно так же вместе разбойничали, вместе умирают на этом же кресте. Он говорит, не говори так, потому что он Бог, Господь, и он говорит ему, помяни меня, когда придешь в твое царство. И вот он узнает в этом израненном образе, который трудно разглядеть это лицо, потому что не было в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. Он смог увидеть Бога. И этот Антон Борисов, о котором я начал рассказывать, он уверовал. Он говорит, что мать от него отказалась еще при рождении его, потому что он был болен такой редкой болезнью. Он уверовал, в 17 лет он прикоснулся впервые к живому дереву. Он был полностью изолирован на высоком этаже, на каком-то девятом или восьмом этаже, имел квартиру. И первые 17 лет он видел только кусочек голубого неба в свое окно. И он уверовал. После того, как он уверовал в Бога и отдал ему свое сердце и свою жизнь, он открыл у себя в квартире линию доверия. И ему стали звонить люди с бедами, с горестями, со слезами. И он говорит, однажды звонила женщина, она была в истерике. Она кричала в трубку, она не могла контролировать своих эмоций. Она кричала и плакала и говорила, Бога нет, это невозможно, Бога нет. Я вам не верю всем, что вы можете мне сказать. У меня был любимый котенок, и этот котенок переходил улицу, и машина его задавила у меня на глазах. О каком Боге вы говорите? И она кричала. И этот Антон не мог вставить нескольких слов. Она была в истерике. Она говорила, Бога нет. Это невозможно. Что я ему сделала плохого? Что он забрал у меня это животное любимое? И через время Антон просто начал ей рассказывать о своей жизни. Просто стал рассказывать, с кем она разговаривает. Какая его жизнь? И почему все-таки он смог встретиться с Богом? Прошлое лето мы больше двух недель провели с Никит Крузом. И сидя с ним вот так на близком расстоянии, зная его страшную судьбу, что мать его многократно избивала до потери сознания, потому что была очень откровенной и известной ведьмой. Что он посвящен дьяволу был, что они приносили жертвоприношения животных. Это страшное детство. Человек, который в 9 лет уже пытался повеситься у себя во дворе. Страшная жизнь. Звереныш, который в подростковом возрасте, оказавшись в нью-йоркских трущобах просто часами, он говорит, по два часа иногда бился головой о бетонную стену. Настолько приступали к нему демоны, настолько безвыходная ситуация. Какой Бог? И вы знаете, когда этот худой проповедник Вилкерсон оказался на улицах этого города и просто сказал ему, ты можешь со мной сделать что угодно, ты можешь меня порубать на тысячу кусочков, но это ничего не поменяет. Иисус Христос все равно тебя любит. Он стал бежать. Он говорит, я человек, который никого не боялся. Любимое занятие этой банды, Маумаус, было ловить людей и загонять ножи под лопатки. И смотреть, как человек мучается в агониях. Я, говорит, никого не боялся. Впервые в жизни я испытал страх перед любовью. Страх перед тем, что этот Вилкерсон меня не боялся, а любил. И я говорю, Ники, ну а а как это произошло? Расскажи мне, Ники. Как это произошло вот внутри тебя? Вот просто внутри. Ведь мы же говорим о Боге, не о Вилкерсоне. Мы же говорим не о Библии, не о буквах. Мы же говорим не о религии сейчас. Как была встреча с Христом? Он говорит, у меня это было вот так. Я почувствовал себя на операционном столе. Много белого света вокруг, и меня везут в операционную. Я был в полузабытии. Туда вошел кто-то, врач. У него было удивительное лицо. Этот врач взял скальпель и разрезал мою грудь. Я был в сознании, без всякого наркоза. Он просто вскрыл мою грудь и достал мое сердце. Абсолютно мертвое, холодное сердце. Я никого не любил. Я всех ненавидел. Девушка, которая у меня была, я избил в день ее рождения за то, что она меня поцеловала и сказала, что я тебя люблю. Я ударил ее и сказал, чтобы ты больше никогда не говорила о любви. Я в любовь не верю. Я схватил ее за волосы, сломил ее, бросил на пол и сказал, не смей мне когда-либо говорить в груди. Я взял ее, говорит, и бил в свою грудь лицом и говорил, ты чувствуешь здесь любовь? О какой любви ты говоришь? Ее нет. И он говорит, и этот врач достал мое сердце. И знаешь, говорит, что он после этого сделал? Оно было мертвым, совершенно мертвым. Он взял это сердце, говорит, я видел, как кровь текла просто. Он держал его в своей руке, мое сердце. И он поднес его к своим губам и поцеловал его. И оно начало биться. В нем появилась жизнь. Это говорит то, что я видел, когда я стоял на сцене на коленях, впервые в своей жизни. Мое сердце стало биться. Я поверил, что есть любовь. Так была моя встреча с Христом. Встреча, которая изменила его жизнь до сих пор. Я лично верю, дорогие друзья, что встреча с Христом возможна. Абсолютно возможно. Есть множество людей, которые могут рассказать о том, что они встретились со Христом. Просто это невозможно. Нельзя дать рецепта. Нельзя сказать пункт 1, 2, 3. Если ты это сделаешь, ты встретишься. Меня смущают, признаю, все эти короткие проповеди покаяния. Если ты скажешь, Иисус Христос, вводи в мое сердце, станешь моим Господом, приветствуем тебя, ты уже новые творения. Ну, возможно, для кого-то и так. Но я считаю, что это долгая дорога каждого человека отдельная к своему Христу, к Богу. Мне бы так хотелось, чтобы мы сегодня помолились, чтобы там, где ты есть, чтобы ты помнил апостола Павла, который сказал, не ощутят ли его. Это ощущение. Знаешь, это внутреннее ощущение. Я читал о Достоевском, которого поставили к расстрелу и дали последние пять минут распрощаться с жизнью. Он действительно был уличен в группировке, в заговоре против царя. И его, его товарищи приговорили к расстрелу. И он говорит, и когда нам дали пять минут, последних пять минут жизни, и сняли этот мешок с головы, я вдруг понял, как это много. Пять минут жизни. Я быстро в своем сердце распределил эти пять минут. И я решил, несколько минут я буду прощаться с друзьями. Несколько минут. Я вспомню всю свою жизнь. Несколько минут или даже секунд я помолюсь Богу. И когда в последний момент расстрел был заменен четырьмя годами ссылки, он писал в своем дневнике и говорил, Боже мой, вся жизнь впереди, как это много. Каждая минута. Это же так много. Вот он так встретился с Христом по-своему. Я знаю одну женщину, лично знаю, которая ехала с фронта. Ехала в поезде, была в Германии. И в поезде много солдат, война закончилась. в поезде. Она была неверующей. Но вдруг, вот вдруг, все, что делает Бог, как я часто говорю, у Бога все не как у людей. Он Бог. Нет формулы. Он суверенный. Вдруг в ее сердце возникло острое желание выпрыгнуть просто с окна. Самая безумная мысль, которая только может быть, во-первых, на ходу, во-вторых, куда? Да. Но это было так непреодолимо внутри. И она просто, ломясь в окно под проклятие мужчин, солдат, просто вывалилась из этого поезда. Сидя на рельсах, не понимая, что произошло, через несколько минут она увидела, как этот же поезд догнали бомбардировщики и полностью разбомбили ее. У нее на глазах. И она говорит, я сидела на этих рельсах и слышала внутренний голос. Тебя ведут невидимые руки. И после она написала это стихотворение, этот псалом. Нас всех ведут невидимые руки. Дорогой человек, может все несправедливо в твоей жизни, может на твоем пути никто добрый, честный, заинтересованный в тебе никогда не встретился. Может быть всем все равно и сейчас все разойдутся по семьях, будут иметь праздники и кому было хорошо будет еще лучше, кому было плохо будет еще хуже. Может быть так. Но я лично твердо верю, что нас всех ведут невидимые руки. Я так верю. Поэтому мне бы так хотелось помолиться за твою душу, помолиться вместе с тобой, чтобы ты начал свое journey, свое путешествие. Как эту долгую ночь, много-много месяцев мудрецы шли за звездой и никому не доверяли и ни у кого не спрашивали. А как только спросили у этих книжников и они все знали, книжники, сразу начались проблемы. Иди за своей звездой, иди за голосом Святого Духа, приходи в церковь, приходи к нам, я не стесняюсь сказать, приходи в любую другую церковь города. Если ты одинок, приходи. Каждое воскресенье в два часа мы здесь слушаем Слово Божие, молимся, плачем вместе. Приходи, не сиди дома, не сиди, не запивай это алкоголем, оно ничего не помогает. Это ложь, что все забудется, как-то все пройдет. Это не бывает так, оно не проходит, оно остается. Не запомнились слова неизвестного автора. Как ужасно. Никому не верить, не иметь ни радости, ни друга, и души, окованные двери, никому не открывать по стуку. Но уже с ней самому стучаться, вызывая из себя другого. Дверь открыть, увидеть, испугаться, и поспешно запереться снова. Не надо. Не надо. Сегодня мир перешел в форму виртуальных отношений. Люди общаются на фейсбуках, одноклассниках. Мы боимся живых людей. Мы хотим чувствовать себя комфортно. Я называю этот век, это век пасвордов. Все на пасвордах, все закодировано. Век прайваси, век неприкосновенности. Подросток может дерзнуть сказать отцу и матери, it's my privacy. Не лезь в мою личную жизнь. Муж может сказать жене, не лезь в мою личную жизнь. Жена может сказать мужу, не лезь в мою личную жизнь. Мы так захотели личной жизни, что стали жутко одинокими. А человеку одному плохо. Даже в раю, Адаму, было плохо. Мы были в Амстердаме несколько лет назад. Последние минуты, я беру ваше внимание, заканчиваю. Были в Амстердаме несколько лет назад. И вдруг я увидел толпу людей. Люди были удивлены. Люди сбегались, как-то смотрели так по-особенному. Что ж там такое? Мы подошли туда, и я увидел, знаете что? Коляску с ребенком. И вдруг я понял, детей нет. Их нет. Их нет. Мы шли по улице, смотрели, а детей нет. Есть и влюбленные, и красивые, и богатые, и однополые, все есть. А детей нет. Люди хотят жить для себя. Люди сбегались и смотрели на этого ребенка в коляске, как на какой-то чудовищного зверька, как на что-то удивительное. Я подумал, Боже, мир сошел с ума. Вернитесь к Господу. Вернитесь. Вы не преодолеете это чувство потери. Английское слово lost. Потерявшийся человек. Это очень, очень дискомфортное чувство. Граничащее со страхом. Потерявшийся человек. Вернитесь. Его можно найти. Ищите Его, пророк Исаия говорит, когда можно Его найти. Вера Сергеевна Кушнир писала, Бога легко искать, Бога легко найти. Бог это благодать. Бог это свет в пути. А знаете, когда написала это? Когда было движение хиппи, и ее сыновья уклонялись туда, и она ночами работала, работала с химикатами, где травят организм человека в фотосалоне, кодак в Голливуде. и приходила домой и плакала, потому что видела, что детей удержать не может, склоняясь на колени. Она писала эти строки. Бога легко искать. Бога легко найти. Бог это благодать. Бог это свет в пути. давайте поднимемся на ноги, пожалуйста, все. Господь Иисус, спасибо Тебе, что Ты доступен. Спасибо, что Ты слышишь наши молитвы. Молитвы не собраны. Молитвы иногда такие спутанные, Господь, иногда просто многословные, но лишенные большого содержания и смысла. Иногда это просто религиозные молитвы, разные, Господь. Иногда это молитвы полные возмущения, негодования, иногда это кулаки, которые мы показываем. Боже, иногда это просто слезы от бессилия, слезы от отчаяния, а иногда уже и слез нет, Господи. Иногда есть вопросы, а иногда уже и вопросов нет, потому что эта ночь продолжается и продолжается. Господь, я молюсь сейчас и прошу Тебя о всех тех, кому тяжело, кого еще эта звезда не привела, а может быть даже не зажглась на их небосклоне. Господь Иисус, помоги нам найти Тебя, помоги нам всем найти Тебя, помоги нам идти за этой звездой путеводную. Как царь Давид говорил, я не дам сна очам моим и веждам дремания, доколе не взыщу Господа, я не взойду на ложе свое, я не усну, пока не найду Тебя. Господь, пробуди это острое, глубокое внутреннее чувство искать Тебя, искать Тебя всеми силами, искать Тебя, как искали Тебя люди и находили, и Ты позволял Себя найти, и Ты не скрывался и не прятался. Мы благодарим Тебя, что Ты пришел в мир, что Ты стал доступен, что Ты родился в яслях, что Тебя можно найти, Иисус, что миллионы Тебя нашли, встретились с Тобой, кто где, кто в каких обстоятельствах, но с Тобой можно встретиться. Я во имя Твое благословляю каждого человека, кто еще не встретился, не имел этой встречи с Тобой. Пусть в эти праздничные дни их душа потянется к Тебе, пусть произойдет это прикосновение Твоей благодати и очищения. Если кто-то, останьтесь закрытыми глазами, если кто-то хочет, чтобы за него просто помолились, нас нет времени звать вперед, но просто поднимите свою руку, пусть это будет знаком того, что вы ищете Господа, вы ищете, вы не знаете, как выйти на эту дорогу, никто не открывает глаза в зале, никто, это никому не надо, просто те люди, которые хотят его найти, подержите свою руку поднятой, Господь Иисус, ты видишь этих людей и эти сердца, ты знаешь их покаяние, ты знаешь их слезы, ты знаешь их боль, их метание, их вопросы, Иисус, приди навстречу к этим людям, приди, прикоснись, пусть они найдут Боже Тебя, это самое важное, может быть, они другого не найдут в жизни и не исполнятся какие-то их мечты, но самая главная встреча, она обязательно должна произойти на каком-то перекрестке нашей жизни, Иисус, я благословляю этих людей обязательно встретиться с Тобой, я благословляю, чтобы это было по-любому, любым образом, может быть, как у Савла, чтобы это был свет с неба, может быть, это произойдет тихо, как было у Достоевского, Господь, я не знаю, ты знаешь, ты Бог, но я благословляю каждого, чтобы эта встреча произошла, чтобы имена эти были записаны в книге жизни, чтобы мы пришли в тело Церкви Твоей и были вместе.